ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здрасте. Здрасте. Вы из какого города? Я из города Смоленска. Смоленск. Понятно, понятно. Слушайте, это сколько от вас до границы с Украиной, не знаете? Не примеряла, не знаю. Слушайте, а у вас есть партизаны, которые пускают поезда под откос или нет? Нет, однозначно нет. Как нету? Помните, под Смоленском особенно очень много было партизан, которые пускали поезда под откос. Еще во время Второй мировой войны. Ну, да, чтобы защитить свою страну, возможно, да. Вот, вот. И сейчас есть такая организация образовалась, тоже партизанская, тоже, чтобы защитить свою страну, Россию, от власти, которая узурпировала эту страну, понимаете? Власть российская, она же фашистская, узурпировала Россию. И для того, чтобы защититься от этой власти, вот партизаны современные, у них организация называется БОАК. Боевая организация анархо... Вы зачем, для чего такую пропаганду не знаете, а? А наркокоммунистов? Нет, я могу показать, если вы хотите. Вы не верите? Что вы можете показать? Ну, эту организацию. А вы что можете показать? Нет. Тупые видео. Эта организация, она подожгла 23 военкомата в России уже. Ой, ой, и что? И поезда пускают под откос. Да не надо. Что вы как крысы поступаете? То есть, получается, вашим героям, которые героям славы, которые защищают свою родину, они только не с нашими войсками умеют воевать, они просто умеют мирных жителей Дубаси, потому что у вас же вояки все. Я говорю сейчас, в России есть партизаны, которые пускают ваших военных под откос поезда и сжигают ваши военкоматы. Тысячами от наших военных бегут, сдают все города Украины. Я говорю сейчас про... Я сейчас говорю вам, что вы так подгораете. Дали Лугарск, дали Донецк. Что же вы так подгораете? Чего же вы так, а? С потешка плювать... Что же вы так, это самое? Я же вам говорю о ваших российских партизанах. Его рвет. Его рвет на части. Женщина, вы можете дать ему успокоительного или что-нибудь? Волкоматы поджигают, хуяка, вот это все наши какие-то делают. Ну да. Почитайте, пожалуйста, новости. Уже сколько посадили украинских диверсантов, которые у нас работали. Вы сами прекрасно знаете, что украинцы работали. Женщина, хотите, я вам покажу. Вы можете ему заткнуть рот? Он ничего не слышит, он тараторит что-то. И вы хотите, я вам покажу факты? Ты сам не знаешь ничего. Хотите, я вам факты покажу? Вот вы, женщина, выглядите разумной. Хотите? Ну, покажите. Ну так вот, видите, давайте предметно говорить, потому что это ваш муж, да? Да. Он что-то тараторит, тараторит, никого не слушает. Ну что, как-то он не... Тараторит? Потому что в Донецке и Луганске... Он как-то некрасиво себя ведет. Некрасиво. Он некрасиво себя, он матом ругается. Ну вы можете ему сказать, чтобы он не ругался? Ты рыпите. Зачем он ругается матом? Ну чего так? Миллионами, что ваши федорации, блядь, сделали. Ну чего так? Зачем он ругается матом? Потому что ты гандон. Смотрите. Ты защищаешь этих гандонов, которые детей, блядь, стреляют. Ты тоже такой же гандон, урод ты ебаный. Чтобы твоих детей... Вот, смотрите, видите? В разных регионах страны произошло как минимум 23 атаки на военкоматы. Это те, про которые известно из СМИ и телеграм-каналов. При этом 20 из них были непосредственно поджогами. Ничего подобного в прошлом году в России не происходило. В основном использовались бутылки с сжигательной смесью, изготовленные по инструкции из соцсетей. Эти поджоги не были какой-то единой скоординированной кампанией. За ними стояли самые разные группы. От левых анархистов и проукраинских активистов до ультраправых групп. Иногда это были и вовсе одиночки, не ассоциирующие себя ни с какими движениями. Так, например, за поджог двух зданий военкомата в Удмуртии в конце мая арестовали 48-летнего художника и бывшего сельского учителя Илью Фармера. Теперь на допросах он утверждает, что хотел узнать, на что способен. После начала полномасштабной войны в Украине новости о диверсиях на железной дороге стали появляться едва ли не каждый день. 1 мая в результате диверсии был разрушен мост в Курской области, предназначенный для движения товарных поездов. Инсайдер почитал, только по информации СМИ, с марта по июнь 2022 года в России сошли с рельсов 63 товарных поезда. Видите, сошлось с рельсов 63? Я вас послушала, посмотрела, меня послушайте. Это делают все юници, которые у нас в России работали и зарабатывали деньги. Сейчас они, дабы чтобы не бежать к вам на войну, они у нас в России устраивают вот такое вот, да. Так это ж классно. Они же воюют за Украину против фашистской страны, правильно получается? Нет, подожди, а зачем вам у меня в стране такой устраивает? И Дикс за свою страну воюет, за своих братьев там воюет. Так, а зачем ваша страна напала на Украину? А наша страна, она не нападала на Украину, она поддержала ННР и ДНР, которые попросили помощи у них. Да, так, а эти люди поддерживают россиян, которые против вашей агрессии. И поэтому они пускают подкос поезда и сжигают военкоматы ваши. Кто? Это же, вы понимаете, это не русские, это ваши, которые в России. Нет, это русские, это русские. Они проводят дефашизацию России, понимаете? Нет, нет, нет. Это украинцы, которые работали в России. Это дефашизация России идет, понимаете? Дефашизация России. И деноцификация России. Вот ты старый умный человек. Я надеюсь, что ты старый умный человек, да? Это не русский. Пока не началась спецоперация на Украине, значит военкоматы не жгли, ничего не жгли. Только началась спецоперация на Украине, украинцы здесь, которые работают. Люди, которые россияне против войны, россияне, которые против войны, они тут же начали сжигать ваши военкоматы, чтобы ваша фашистская власть наконец-то хоть чуть-чуть прислушалась к голосу разумных россиян. Вот и все. Я только что вашей жене показал, что это был русский человек, который только что поджег военкомат. Вам показать еще раз? Вам показать, что это русский человек был, россиянин? Россиянин. Вам показать, что это был россиянин? Вам показать, что это был россиянин? Он вообще не слушает. Так вот, если это был россиянин, не надо говорить, что это делают украинцы. Я тебе 10 раз сказал. Это ваши россияне нормальные. Борются с вашей фашистской властью. В России живет 60 миллионов тупых христиан, из них 5 охуенно. Нет, 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 смотрите, из 140, тихо, не подгорай, из 140, тихо, тихо, рот закрой, из 140 миллионов, которые живут в России, по вашей переписи, 85% вот таких тупых орков, как ты, а 15%, ну как минимум 10, нормальных россиян, которые против фашизма, они против войны, и часть из них наиболее радикальные и честные. Они борются с вашей швалью, пуская ваши военные поезда, которые везут вооружение на Украину под откос, и сжигают ваши военкоматы. Это сам отступочек. А, все, да? Все, да, знаете? Я понял. Ну, смотрите, я сказал вот им аргументированную речь, да? Они вместо того, чтобы как-то контраргументировать, он меня оскорбил и убежал. Причем он оскорбил, а она нажала на переключение. Я так понимаю. Ну, опять же, я не очень удивлен почему-то. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...